Сейчас мы изготовим простейшую мироточивую икону. Чтобы не оскорблять чувства верующих, мы делаем мироточивый портрет вождя мирового пролетариата. Языческие идолы мироточили, из них выделялось какое-то вещество, наблюдательные язычники видели в этом какое-то знамение. В христианстве чудо мироточения не нужно, потому что если мы почитаем не саму диавяшку, а того, кто на ней изображен, то какая разница, если одна и та же Богородица на двух иконах, какую почитать, из которой выделяется что-то или из которой ничего не выделяется. Принцип действия мироточивой иконы основан на том, что в диаве бывают устоты, которые заполняются каким-то веществом, например, олифой, которая используется при изготовлении иконы. Мы будем использовать обыкновенную чистую досочку. Размечаем ее, чтобы у нас мироточил именно лик вождя мирового пролетариата. Находим место, из которого будет выделяться населенистая жидкость. Берем сверло большого диаметра и сверлим в торце дырку. Там это будет полость для хранения масла. Теперь берем сверло малого диаметра и сверлим отверстие так, чтобы попасть в ранее просверленное отверстие. Теперь берем клей, смазываем, наклеиваем. Затыкаем. Икона готова. Вот плестит и уже потекло масло. Одного факта мироточения недостаточно. Нужно теоретическое обоснование. Христианская жизнь. Нужно народное почитание. У товарища Ленина все это есть. Насчет народного почитания смотрите историю СССР. Насчет христианской жизни Ленин был крещен и венчан со своей женой. И в своей революционной деятельности проявил любовь к ближним. Вот он у нас как раз висит рядом с иконой царственных страстотерпцев. Для Романовых ближние были дворянство и духовенство. А для Ленина были это рабочие крестьяне. А судить, кому в царство небесное, а кому в ад, будет не комиссия по канонизации при РПЦ, а будет сам Господь Иисус Христос. Вот собираю мира в пузырек. Если я отправлю это мира на экспертизу, то получу, скорее всего, ответ, что нельзя определить состав, потому что образец загрязнен. В этом пузырьке было сначала лекарство, потом машина и масло. И Ленин такой молодой и юный, октябрь впереди.